Меня зовут Ольга Ермилова, и сегодня мы поговорим с вами о том, как найти своего партнёра, о том, как построить отношения классные со своим партнёром. Ну и вообще, это скорее история не столько про отношения, а сколько про то, каким образом вообще в свою жизнь привлечь нормального человека, своего человека. Потому что порядок нормальности – это очень странный такой порядок, знаете ли, и у каждого своё понимание нормальности, что нормально для одного абсолютно ненормально для другого, но всё-таки и каждой женщине, и не была мужчиной, но догадываюсь, что и мужчине, хочется, чтобы рядом был тот человек, с которым было бы как минимум классно и интересно. И, пожалуй, вот это слово «интересно» – это ключевое вообще слово, потому что когда тебе с твоим партнёром неинтересно, когда тебе нудно с ним, и когда ты бежишь куда-то явно не в ту сторону, в которую двигается он, безусловно, это сильно раздражает. И особенно раздражает, если этот человек живёт рядом с тобой, если он ещё вдруг является отцом твоих детей или матерью твоих детей, ну и так далее. Вот нас с вами воспитывали по принципу того, что есть какие-то отношения, они складываются, и дальше ты должен тянуть на себе этот крест. И вот вышел ты замуж, или у тебя гражданский брак, короче, куда-то в какие-то отношения ты влип, и вот ты в этих отношениях дальше, как, знаете, вот эта тянучая жвачка. Если у кого-то из вас есть дети, то знаете, кто такие лизуны вот эти вот такие вот, в которые ты влазишь, и это всё по всей квартире, по всему дому, по всему, в общем, оно всё тебя засасывает. Вот отношения очень часто похожи, вот, извините, на такого лизуна, в который ты вступил, и потом почему-то считаешь своим долгом, именно долгом в этом лизуне находиться. Так что же делать? Давайте будем сегодня разбираться. Вы можете писать свои вопросы, ну такие актуальные вопросы, которые есть у меня. Например, первое, неужели мне с одним партнёром нужно жить всю жизнь? Ну или там, тогда, когда я с этим партнёром решила войти в какие-то отношения. Второе, может ли измениться мой партнёр? Например, если начала меняться я, то может ли измениться мой партнёр? Возможно ли это вообще в принципе? Третий момент. Если вдруг я понимаю, что, ёпси, или я влюбилась, или я влюбился, у меня есть какие-то другие отношения, стоит ли пытаться наладить те отношения, которые у меня есть? И вообще, что есть нормальное, что есть ненормальное? Я не психолог, вообще не беру это на себя. Я человек, который занимается изучением сил разума и изучением себя. Потому что именно изучение себя даёт нам возможность познать мир. Мы пытаемся познать мир через других людей. Пытаемся понять, как думают другие люди, почему они это думают. Пытаемся этих других людей перестроить так, чтобы нравилось нам. Но по факту самым ключевым в жизни всегда является кто? Правильно, я любимый, я эгоист. И когда мы начинаем понимать себя, когда мы начинаем понимать, а чего, собственно, хочу я, а какая я, я буду говорить, какая я, но это применимо к мужчинам, то есть каким человеком я являюсь, что для меня есть хорошо, а что есть плохо, не какие-то общие правила, я же не человек, какой-то общий человек. Я – это я конкретно. Вот сейчас сижу перед вами. Мне нравятся какие-то мои волосы, какие-то мои мысли, какие-то мои части тела. Я люблю что-то, а что-то не люблю. Я – это отдельный абсолютно индивидуум. Давайте вот каждый будет это понимать. То есть если в школе всех кормят какой-то едой, это вообще не означает, что я должна эту еду есть. Или если в школе или где-либо говорят, это хорошо, это плохо, это совершенно не означает, что это точно так же хорошо или плохо для меня. У каждого из нас с вами есть свои собственные потребности, своё собственное понимание, что такое крутые отношения. У каждого из нас есть полигамия или моногамия, когда нам нужно много внимания, мало внимания, много партнёров, мало партнёров. У каждого из нас свой уровень нормы и своё понимание жизни. И давайте начнём отталкиваться от того, что это первое, на чём мы начинаем всё строить. То есть это не общий фундамент для всех. Вот у всех должно быть одинаково. Бред. Это враньё. Не может быть у всех всё одинаково, потому что каждый из нас имеет свой собственный набор всего. Исходя из этого, говорить об отношениях как о неких правилах, что вот это хорошо, а это плохо, вот так все должны делать, а так все не должны делать, невозможно. Нас пытаются так выстроить государство, я уже говорила неоднократно, людьми сложно управлять, когда есть яркие индивидуумы. Но в то же время, если мы с вами посмотрим и великие компании, истории великих людей, это всегда яркие личности. Вы должны это понимать. И по факту крутые отношения получаются только там, где есть две яркие личности, которые, важный фактор, которые хотят и умеют двигаться в одном направлении. Давайте будем теперь понемножечку смотреть. Вот вы живёте со своим партнёром. Ещё раз, чтобы у нас было предметней, вы можете писать какие-то свои ситуации и вопросы, и будет тогда это понятнее. Вы живёте с каким-то партнёром, находитесь с этим партнёром в отношениях. У вас начинаются отношения там в 20-25 лет. И вот у вас начинается, вы друг другу нравитесь, у вас типа всё классно, в целом вас всё устраивает. Потому что я лично не знаю ни одних отношений, которые, если бы, знаете, как по анкетке, пройтись типа, вот они везде идеальные. Нет, просто отношения начинаются тогда, когда галочек больше, да, совпадающих. Вот и всё. Но в чём-то всё равно эти галочки не совпадают, будем откровенны. Но неважно. Мы понимаем, что галочек больше, нам сейчас нравятся наши отношения, и вот они начинаются. Давайте помнить о том, что отношения происходят между двумя людьми. И какими бы вот такими мы не были, как бы нам классно вместе не было, у каждого из нас есть, первое, разность полов, мужчина и женщина. Второе, есть какое-то своё собственное видение и представление о мире. То, как мы воспитывались, свои собственные убеждения. Мы приходим в отношения со своими собственными убеждениями. Например, я прихожу с убеждением, что деньги – это хорошо, и мужчина должен много зарабатывать. Это мужчина приходит с убеждением, что главное, что он порядочный и не пьёт. Его воспитывала мама так. И у нас есть свой набор убеждений. Вот этот набор убеждений, он либо начинает сходиться, либо он начинает расходиться. Когда женщина говорит, ты должен меня обеспечивать, я хочу жить в дорогом доме, я хочу много путешествовать, а он ей говорит, да ты только о деньгах думаешь, ты материалистка, ты эгоистка, ты вообще думаешь только об этом, ты зацикленный, тебе больше ничего не надо. Мой отец всю жизнь приходил и отдавал маме зарплату, и я так тоже буду делать. А ты говоришь, да мне твою зарплату, знаешь ли, не знаю, к какому месту прикладывать. Вот, мне неинтересно, ты не амбициозен. И вот тут начинаются первые моменты, когда мы начинаем пытаться переделать другого человека. Вот эта история про убеждения – это, собственно, то, что нужно выяснять изначально, почему гражданские браки сами по себе очень хороши. Потому что это возможность понять, после того, когда улягутся страсти, там, любовь, секс, что-то такое, что вас очень сильно держало и затуманивало, это возможность понять, кто есть перед вами, первое, и второе, кто есть вы. Потому что, когда у нас начинаются какие-то отношения, мы очень часто свое «я» засовываем куда-то на второй план. То есть, мы стараемся быть лучше, а стараясь быть лучше, мы являемся кем-то другим. Например, ты встаешь рано утром, и ты делаешь макияж, делаешь укладку, чтобы он тебя не видел какой-то некрасивой. Ты хорошенько думаешь над тем, что ты одеваешь, ты боишься его обидеть, и поэтому ты готовишь по утрам завтраки, и когда он дарит тебе подарок, который тебе не нравится, ты как воспитанная, не то, что воспитанная, как влюбленная женщина, благодаришь его. Ты начинаешь врать много. И когда вот эти все страсти улеглись, и вы затем начинаете уже быть настоящими, вдруг выясняется, что это мне в тебе не нравится, ты не так выглядишь, я не хочу ради тебя это делать, почему я должна врать, я ненавижу готовить, и вдруг вы оказываетесь двумя разными людьми. Разными. И вы понимаете, что все, что вы делаете, вы, блин, это не вы. На самом деле это не вы. Вам это не нравится. Вы хотели казаться лучше, но сейчас это не вы. И вот это ключевая штука, о которой я хочу, чтобы мы подумали, потому что мы в этот момент начинаем пытаться изменить партнера. Мы начинаем пытаться объяснить ему, что он все делает не так. Но по факту это же мы сами ему изначально показали, то есть мы ему нагло соврали, мы его обманули, мы ему показали другого человека, и он по факту влюбился в другого человека. И самое стрёмное, знаете что? Что это сделали двое. То есть обычно это делают оба. И в результате мы оба вдруг обнаруживаем друг перед другом других людей. То есть мы оба оказались другими. И круто, если вот эти оба другие совпали. Если ты говоришь, блядь, я ненавижу по утрам вставать, а он говорит, господи, слава богу, что ты не готовишь мне завтраки. Вообще ты невкусно готовишь, но я вообще хочу тебя водить в рестораны. Ну, условно. Или я хочу для тебя готовить. То есть круто, когда вот эти штуки совпадают, но когда они не совпадают, вот тогда начинается саменькое такое весёленькое. Это история номер один. История номер два заключается в следующем. Это то, когда мы начинаем строить отношения, постоянно, опять-таки, пытаясь своего партнёра сделать кем-то другим, при этом не понимая, что того, кого мы хотим сделать из этого партнёра, этот человек, вот сегодня он нам подходит классно. Но нам же, знаете как, нам надо, чтобы он был больше, лучше, там и так далее. Вот очень часто, когда женщина начинает, например, делать мужчину успешным, вот знаете, вот она берёт и делает его успешным, она его мотивирует, она ему там ставит какие-то планки, она там его, короче, может быть даже, может быть даже, она его улучшает во внешности, она говорит там, занимайся спортом, она следит за его гардеробом, короче, она его делает таким классным, что когда он смотрит на неё потом, он говорит сам себе, а нахера она мне вообще нужна, я такой классный теперь, это бывает и с обраткой, я сейчас говорю, вот это не история про то, что мужчины плохие, женщины хорошие, нет, бывает и в обратку, то есть когда партнёры улучшают второго настолько, при этом что? забывая улучшаться самому, при этом забывая о том, что, как говорится, два сапога пара, и что когда мы меняем кого-то одного, не стоит забывать о том, что меняться-то и самому тоже надо, надо, потому что если один меняется, а второй нет, происходит несостыковочка, и вот очень часто, если мы говорим об одиночестве, о том, когда у нас партнёра вообще нахрен нету, и вот сидит такая девочка, попивает, вот я лютровую колу попиваю, а она попивает какую-то другую хрень, и она сидит и жалуется, что, мол, не те мужики ей встречаются, не те, значит, вот я хочу себе такого, а вот с таким у меня не складываются, у меня какие-то там бедные, или какие-то меня кидают, заметьте, все отношения у женщин, я знаю про женщин, девочки, поставьте сердечки, если это так, очень похожи одни на другие, у нас есть такой потрясающий талант, выбирать одних и тех же партнёров, по своему типажу, то есть, если партнёр, например, там не дарит подарков, то мы умудряемся подбирать всех партнёров, которые не дарят подарки, если партнёры складываются отношения, с мужчинами женатыми, то мы умудряемся чудом, подбирать всех занятых мужиков, то есть, вот если мужик занят, классный, это наш мужик, то есть, и мы говорим, не-не-не, больше так не будет, и мы опять находим мужика, и он опять оказывается занят, или это касается возраста, или это каких-то, короче, приколов, вот мы их прямо притягиваем, на самом деле, этот феномен я пережила в своей жизни, и мне было, я была молодая, 20-24, это был мой возрастной диапазон, познание жизни как таковой, и я не могла понять, что происходит, почему, почему, я так у меня получается, вообще, я прям, ну супер, как это, а потом уже, когда я начала все эти истории изучать, уже немножечко становиться старше, я осознала, что, конечно же, являясь одной и той же Олей, не меняясь изнутри, совершая один и тот же ряд действий, я на энергетическом уровне притягивала к себе типично одних мужчин, классных мужчин, я, слава богу, там с говном у меня было, но не так много, но это были мужчины, с которыми я не могла строить отношения, потому что классный, это еще не показатель, что ты можешь строить с ним отношения, и каждый раз, я как будто бы, знаете, была из сериала «Элены ребят», в котором обязательно в конце каждой серии «Элен» расставалась с новым парнем, вот это вот была я, и если с вами происходит то же самое, вы должны понимать, что вопрос не в этих людях, вопрос в вас, потому что внутри нас есть вот такой лучик, он отображает наш уровень энергии, наши мысли, наши убеждения, он сформирован, вот он из нас вот так торчит, как у мальчиков писюн торчит, у нас тут, я надеюсь, что у всех все торчит, и он у нас торчит, и мы на это притягиваем вот черные крышечки, и тут написано «Кока-кола», мы их притягиваем, и мы с вами, пока вот эту крышечку не сменим на другую, с помощью чего-то там в своей голове и убеждений, и поведения, к нам не притянется фанта, не притянется спрайт, мы должны поменять, понимаете, мы должны сменить крышечку, если мы ее не сменим, нет «Кока-кола» черного цвета, все, нам ни хрена не светит, вот это одно из главных вообще в жизни, что вы должны осознавать, что для того, чтобы изменилось вот это, для того, чтобы изменились люди, партнеры и так далее, мы должны меняться, а теперь самая прикольная часть нашего морализонского балета, вот мы живем в отношениях, ладно, когда мы эти отношения строим, немножко понятно, чтобы притянуть классного мужчину, я должна быть классной девочкой, ну вот так, если я притягиваю какого-то гадкого мужчину, то надо понимать, что что-то во мне есть такое, что мне надо внутри себя поменять, если я вообще неосознанно и не знаю, что менять, то меняю от балды, то есть просто тупо кидаю разные крышечки, окей, попробую вести себя по-другому, если это достаточно сложно, изменить свое поведение неосознанно, поэтому мы как будто бы прописываем роль, сегодня я Настенька, завтра я мастер и Маргарита, послезавтра мы пытаемся что-то в себе менять, что-то менять в себе, в своих мыслях, в своих убеждениях, в своем, это необходимо, это не просто маска, это изменение внутреннее, мы должны почему над собой работать, очень важно, читать, писать и приходить к Олену Рерайтер Жизни, это важно, и так, мы живем, самое теперь дурное подключение, думала, она самым интересненьким отключит, и так, теперь давайте перейдем к дурацкой ситуации, у нас уже есть партнер, мы с ним живем, и тут понеслось, что называется, началось, вот именно ся, потому что, где у него есть какого питания, войн Аль agora, поможем обе дурацкой ситуации, а это немного дурацкой что-то, с мне в общем, мы будем подключить пояснению, а это не billion девять Ni, как перелочь комнатуamsmaster в мет畫, то все еще у меня нет. Cry entste. Спасибо, связь выключается периодически. Итак, вы поняли, что вы хотите другой жизни. Вы поменяли крышечку. Вы могли изменить крышечку осознанно. Вы что-то послушали, посмотрели и говорите, «факин че, да я другая». И начали менять крышку. Иногда крышка меняется сама по себе. То есть незаметно для вас. Вы начинаете потихонечку развиваться, развиваться, вы не заметили, и вдруг вы видите, крышечка другая. А у него ж на черненькую Кока-Колу стоит. И вы говорите своему партнеру, слушай, или не говорите, и что еще хуже? Вы понимаете, что вот этот партнер, вы куда-то с ним, я это называю теорию эскалаторов. Вы с ним на эскалаторах поехали в разные стороны. Вы пошли в сторону развития, например, там, я не знаю, вам что-то захотелось по-новому чаще, ну, это развитие обычно. Какое-то развитие, когда вам захотелось жить лучше, быть лучше, иметь лучше, вам захотелось. Так, вы слышите меня или нет? А то вы тут так зависли. Вообще висит? Алло, я перед кем тут распинаюсь? Эгей. Давайте. Дайте знак, что вы видите, что я пью Кока-Колу. Я понимаю, что у задержка идет. Так, я вижу сердечки, все хорошо, ребят, давайте, не будем тратить время. Значит, вы начали развиваться, у вас пошел процесс, а у него он пошел либо в другую сторону, либо не пошел, в общем, что-то не то. И вы пытаетесь, первая наша ситуация, позиция поведения наша первая, мы типа делаем вид, что ничего не происходит. Мы надеемся, что как-то наладится само по себе. Делаем вид, что ничего не происходит. Но она, сука, происходит. И знаете, как начинает самое обидное происходить? Вы делаете вид, что ничего не происходит. Вы начинаете этот пояс тащить на себе. Вы думаете, я женщина, я сильная, я справлюсь. А он начинает вот так вот вас тянуть и издеваться над вами. Он не просто сидит, он партнер, начинает, он чувствует, что что-то пошло не то. Он начинает унижать, угнетать, создавать какие-то ситуации, в которых просто вы начинаете беситься и чесаться. Вы понимаете, что что-то происходит. Но что делает женщина? Женщина делает вид, что ничего не происходит. Она приходит к подружке, она страдает молча, но надеется, что вот как с эфиром развиснет. Как-нибудь развиснет, но она, сука, в 99% не развисает. И вот это момент следующий, это момент честности, честности, когда ты говоришь себе. Я вот так с собой разговариваю, дорогая Оля, у нас с тобой сейчас есть несколько вариантов, давай их обсудим. Итак, вариант номер один. Мы становимся жертвой ситуации с тобой, ты и я. Жертвой. То есть, типа, мы говорим, я буду сохранять эти отношения, я буду его тянуть на себе, я буду спасать. Я это делала один раз в своей жизни. Не, ну не один раз, но осознанно. Вообще, поскольку я могу говорить только об одних отношениях в своей жизни, в принципе, то я могу о них и говорить. Когда в начале отношений у нас был сложный период, ну я вообще вела себя неадекватно и неосознанно, мне было 25, давайте напомним. Я ничего не понимала и не соображала, я была страшно напугана вообще происходящим, что я тут со взрослым мужиком, что у меня в жизни происходит. Почему-то мы поженились, и теперь что-то происходит в жизни стрёмная. Я тянула, я решила быть спасательницей, я выбрала роль спасательницы, но, есть важное но, мой мужчина был напуган, потому что с ним никогда этого раньше не происходило. То есть нужно тоже понимать, что он тоже как бы не совсем понял, что произошло, и он знал, что такое успех. Я тянула его только по причине того, что я ему говорила, чувак, ты же в пентхаусе живёшь, мы же там с тобой живём, ты не в жопе был. Если бы он был в жопе, я бы его никогда не тянула, честно вам скажу. Я бы его не тянула, потому что я уже один опыт такой в жизни имела. Когда я пыталась навязать человеку ту историю, которая в его сердце не жила, я сейчас этого мужчину вижу, и ничего не изменилось. Ему сейчас под 50, ничего в его жизни не изменилось. Это доказательство того, что ему это было не надо. Но мой-то мужик, он же с пентхауса свалился, и я ему говорила, чувак, мы можем вернуться в тот пентхаус. То есть я так сильная же была тоже с ним в этом пентхаусе, и я кидала верёвку, говорила, давай, 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 только по причине того, что он жил в пентхаусе. Я знала, что он знает, что такое запах денег, я знала, что он знает, что такое богатство, изобилие, труд. Я знала, что ему это знакомо. Если бы он был, ему это, ну вот вообще он был бы не оттуда, я бы никогда его не тянула. И сейчас мне часто задают вопрос, нужно ли спасать своего мужика. Нужно, если мужик, вы понимаете, что у него сейчас момент растерянности, тогда да. Но если ему нахер это не надо, если ему в своей жопе хорошо живётся, то не надо, не надо. Идите сами, это моё видение, это ваша жизнь, вы сами решаете. Ну раз уж вот у меня бывают такие вопросы, я вам отвечу. Идите сами, вы найдёте, вот когда вы начнёте ползти по стене, вы вдруг встретите принца, который даст вам руку и вас подпихнёт наверх. Не надо тащить ту бестолочь, которой это не надо. Вот это для меня, это моя позиция сегодня вот такая. Опять-таки я делюсь с вами всего лишь своим мнением. Отсюда возвращаемся. Когда начинаются вот эти вот катапульты, ваша крышечка поменялась, а ваш партнёр, короче, куда-то поехал в другую сторону, важно разобраться с тем, кто ваш партнёр. Вот честно, честно посмотреть на ситуацию, первый вопрос, который мы отвечаем. Он хороший человек, естественно. Ну естественно, мы же девочки вообще любим жалеть, приложить к сиське там, знаете, все дела. Знаем это всё, любим. Давайте отбросим вот эти женские наши штуки. Если надо кого-то приложить к груди, идите в детский дом или возьмите своего ребёнка, если он у вас есть. Приложите всё и успокойтесь. Решаем, вот смотрим на мужика, вот наш мужик, партнёр, мужчина смотрит на женщину и думаем, он вообще мне нахрен нужен? Я вот если по-честноку, я хочу с этим человеком жить, вот по-честному, не из жалости, не потому что мама скажет, общественность, потому что у нас дети, я, блядь, сама хочу. Мне говорят, Оля, перестань ругаться матом. Вот вы знаете, это же неосознанный такой момент. Это момент того, что вот так надо себе сказать. Хочу ли я с тобой жить? Не хочу. Всё. 99% проблем решается вот так, выкинуть. Без вот этой всей жалости пожалейте себя. Если вы не хотите, честно, вот честно идите с собой поговорить. Без бухлишка, без жалости, без страха. Себе скажите, я хочу. Представьте себя с ним через год, через три, через пять, через десять. Я хочу. Если я не хочу, всё. Просто закрыли вопрос. Да, дальше будет страшно, дальше будет точно лучше, чем с ним. Вот точно лучше. И я вам хочу сказать, что все женщины, которые расстаются со своими партнерами, с которыми они не хотят быть, через месяц-два говорят, что я раньше этого не сделала. Зачем я это тянула? Это первый момент. Второй момент. Возвращаем партнера. Не хочу расставаться. Хороший, хороший партнер, хороший. Надо дальше теперь честно смотреть, что хочу я. Опять не он. Что хочу я? Какие отношения я хочу? Что мы делаем на рерайтере жизни? Мы прописываем свои идеальные отношения. Почему прописываем? Да потому что, бляха, иначе мы не можем отдать себе ответ на этот вопрос. Нам некогда, мы опять на что-то переэто, на перето. У нас много дел. Сядьте и дайте себе детальный ответ, что вы хотите с этим партнером. Какие отношения вы хотите? Напишите их себе. Посмотрите на них, проанализируйте. С эгоизма начинаем. Я хочу, моя жизнь, мой мужик. Все, я. Начинаем определяться. Прописали, подумали, покрутили. Теперь берем списочек, наш списочек и партнер. Берем партнера со списочком и начинаем понимать, это вообще вот к этому партнеру имеет какое-то отношение или не имеет. Частенько бывает, что партнера потерять жалко, но понимаем, что наш списочек это совсем про другое. И тогда надо решать. Опять становлюсь в позицию жертвы, пытаюсь менять своего партнера. Короче, еще несколько лет своей жизни выбрасываю. Либо начинаю идти от этого. Дальше. Смотрим на списочек на партнера. Вариант номер три. Ну, в принципе, если так сделать, может быть. Может быть. Дальше важно понимать, а каким образом мой партнер может измениться. Как он может измениться. Очень часто, знаете, что бывает? Очень часто бывает, что партнер вообще не понимает вас. Как и вы его. И я, для меня всегда самым действенным способом был разговор с партнером. То есть не пытаться как-то на него воздействовать, манипулировать, а поговорить. Вот сесть с ним и поговорить об этом. И это очень многое проясняет. Потому что бывает такое, когда вы начинаете говорить с партнером, и вы понимаете по поведению партнера, что вы его себе представляли другим, что он реально к этому списочку не имеет никакого отношения. Это вас отрезвляет. Он говорит вам вдруг правду. Вы вдруг можете узнать, что вы ему вообще не нравитесь, как женщина. Вы можете узнать, что у него есть любовница. Все что угодно может быть. Либо второй момент. Вы увидите, что на самом деле он сильно ближе к этому списку, чем вам раньше казалось. То есть он сильно ближе. И тогда вы начинаете с ним обсуждать. Вы начинаете с ним искать общие точки перестечения, крестики. Ваша задача – вы становитесь ближе. То есть вы ему объясняете, чего вам не хватает в ваших отношениях. Вы начинаете выяснять цели ваши в жизни вообще. Хочет ли он такого успеха, как хотите вы. Готов ли он быть рядом с женщиной, которая хочет работать или не хочет работать. То есть вы начинаете узнавать друг друга уже по-взрослому. Это знаете, как, например, мужчина хочет, чтобы женщина родила пять детей и готовила ему сама дома и была с детьми, и никогда не было никакой няни. А женщина считает, что она родит там одного или двоих детей, у нее будет няня, и она будет строить карьеру. И когда ваш партнер не готов к вот этому, вы об этом не говорили, и каждый из вас вам казалось, что будет вот так, и начинаются все приколы. Потому что начинают не совпадать вообще все эти жизненные ценности, приоритеты и видение жизни. И ваши эскалаторы что делают? Едут в разные стороны. Поэтому очень важно поговорить со своим партнером, понимать. Потому что когда вы понимаете, что для вас нормально одно, а для него другое, это опять-таки вопрос вашего выбора. Для того, чтобы спасать отношения, сейчас включу кондиционер, а то умру, или работать над этими отношениями, важно понимать, есть ли вам что спасать. Те ли это отношения, которые вам нужны? Что в этих отношениях вас держит друг с другом? Что является доминантным в этих отношениях? Потому что пока мы этого не знаем, ничего произойти не может. Ну и здесь как бы все уже достаточно просто, как по мне. Самый ключевой фактор, который всегда нам мешает во всех случаях, которые я уже рассказала раньше, это вранье самим себе. То есть когда мы не знаем, когда я не знаю, чего я хочу, не просто вляпываясь в какие-то отношения, как в школе, знаете, ой, влюбилась, начали встречаться, как-то часто забеременела, если забеременела, значит, надо пожениться уже, забеременела. И все, и что-то получилось. Это, в принципе, подход по жизни, который я сейчас не декламирую. То есть когда получается, как получается, нет. Изначально мы создаем дизайн-проект того, что я хочу, чтобы у меня было. Я хочу жить в квартире с таким-то дизайном в таком-то месте. Я хочу строить отношения вот такие. Я создаю проект своей жизни. Это важно. И тогда, если вам занесли диван фиолетового цвета и не той формы, он у вас в комнату не становится, и вы это видите. Вот отношения очень часто похожи на диван, которые не пролазят в ваш дверной проем, которые не подходят к вам по конфигурации, на котором вам неудобно спать. Понимаете? Но мы считаем, что эти отношения нужно спасти. Зачем? Это один из ключевых моментов. И второе. Если у меня не получается построить отношения, значит, со мной что-то не так. Не с мужчинами, не еще. Со мной. И чаще всего это не так то, что я не знаю, не понимаю. Когда мы идем в магазин, простейшие примеры. Вы, когда пишете список продуктов, вы всегда довольны, потому что вы пришли, вы купили то, что вам нужно. Когда мы приходим в магазин сытыми, у нас нет списка продуктов, мы ходим по магазину, нам ничего не надо, мы приходим в магазин, у нас пустой, домой у нас пустой холодильник. Мы ничего не купили, тогда мы есть не хотели, а теперь хотели. Мы сами создаем себе сложности. Поэтому важно проектировать и свои отношения в том числе. И уметь раскладывать то, что уже есть, сложившиеся отношения. Помните, как гардероб. Ну что вы говорите, в 40 лет это все сложнее сделать. Моему мужу 57 будет, мне 37. Я уже тоже очень близка к 40. А если вы проживете до сотки, то 40 это вообще начало. Что значит сложнее? Это ваше убеждение, это ваша лень, это ваша более тяжелая жопа. Не более того. Не более того. Это страхи. Это то, что вы сами себе придумывали. Кто вам это сказал, что это сложнее сделать. Я вам хочу сказать, что размер XS в 15 мне было сильно сложнее поместиться, чем в те же почти 40. Поэтому это лишь убеждение того, что, когда и где. Моя мама ей 60, 60, замуж вот собирается. Сережина мама, мама моего мужа, вышла в 67 замуж. О чем вы говорите? Вот о чем вы говорите? Вы находите любые отмазки для того, чтобы отмазаться от того, чтобы заняться своей жизнью. Это уже поздно, это уже, ну так сдохните тогда, идите тогда умрите, начните сначала. Зачем вы себе это говорите? Это вот то, что я называю наглым враньем себе. Я нашла себе такое убеждение, уже все. Ну, салюлит, ну, я уже двоих родила, не помещаюсь, это уже то. Это у нас на все есть отмазки. Сейчас, а сейчас еще, слава богу, дай боженьки, да, как говорят люди уже, чтобы еще закрыли на карантин. Еще одна удобная вот как бы отмазка от того, почему нет. А почему да? Лучше скажите себе, а почему да? Это ваше решение, понимаете? Вот я, например, сегодня у меня запланирован эфир прямой, а у меня пришли и начали там фильтры менять в квартире. Еще я села в машину, я же не сказала, ой, да у меня фильтры, да у меня сегодня я не могу этого делать, не могу найти место, там няня у меня убирает. Да нет, я хочу провести эфир, я просто вышла, села в машину, не было у меня машины, я села бы на лавочку, могла бы в метро, куда угодно, да какая разница? Поэтому вы должны перестать себе врать. Теперь отвечаю на ваши замечательные вопросы. Давайте с последнего. Начну. Как реагировать на хамство друга своего мужчины? Я не могу ему запретить с ним общаться, но мы с этим другом просто ненавидим друг друга. Во-первых, это вопрос к вашим отношениям с вашим мужчиной, честно вам скажу, вот по большому счету, потому что когда мужчина очень любит свою женщину, он никогда не позволяет этого делать. Но мы не будем становиться между этим мужиком и вашим супругом, мы просто исключаем это общение. Мы говорим, любимый, я не выношу твоего друга, он не выносит меня. Если тебя эта ситуация устраивает, ок, я не буду между вами становиться. Но меня, пожалуйста, вот ваши отношения, меня здесь вообще нет. Вообще нет. А дальше включаем женскую хитрость и понимаем, каким образом своего мужчину оставить дома или в другом месте, когда он прет к этому другу. Потихонечку. Поверьте, если у друга есть это свинство, а я считаю, что неуважение по отношению к женщине, любимой, друга, это свинство, это свинство обязательно проявится. У меня, когда я познакомилась со своим супругом, у него был друг, из-за которого мы буквально не расстались на втором свидании, потому что у нас был такой конфликт, что я просто встала и ушла с ресторана, а Сережа мне даже забыл позвонить, потому что ему показалось, что это я типа прогнала, а не его друг. Но как мудрая женщина я сделала так, что они больше никогда не общаются. Поэтому будьте мудрой женщиной, но не позволяйте никогда вот этим конфликтом происходить и по-хитрому оставляйте своего мужика. Если вы его поставите перед выбором, я или он, ну, тоже, кстати, вариант, но это такой немножечко вариант. Обычно мужчины в таких ситуациях считают, что женщина типа, ну, как-то странно себя ведет. Поэтому будьте мудрее. Так, для меня в 39 жизнь только начинается осознанная. Вот, это прекрасно. Так, 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 так. Если я всегда стараюсь поговорить с партнером, и он закрыто расценивает все мои попытки, как критику и не хочет обсуждать, возможно, это повод подумать о том, что это не ваш партнер, я бы сказала своему партнеру так. Дорогой Сергей, ты знаешь, вот у нас что-то с тобой не совпадает. Я по отношению к тебе веду себя очень открыто, ты очень закрыт. Подумай, пожалуйста, над тем, что я не могу жить с закрытым человеком, потому что строить с ним отношения нельзя. Я не могу залезть тебе в голову и не хочу это делать. Если ты хочешь продолжить наши отношения, нам придется измениться не только мне, но и тебе. Если ты не хочешь этого делать, значит, ты не мой мужчина. Наберитесь смелости быть смелой. В противном случае вы опять-таки жертва. Я не люблю быть жертвой в отношениях. И с моему партнеру, когда он мне какие-то, например, выдвигает, ну не то чтобы выдвигает, а говорит о своих каких-то моментах, мой адрес, потому что я же тоже, как вы понимаете, не супер-пупер, там удовлетворяю прям вот все его какие-то ожидания. Я ему тоже всегда даю выбор и объясняю, как он может себя повести в этой ситуации, дабы не быть жертвой, потому что позицию жертвы выбираем мы сами. Мы сами ее выбираем. Поэтому вот где-то так. Так. Обычно, когда хочу развиваться и большего в жизни, мой парень найдет тысячу причин, почему не получится и даже не пробует. Опять-таки, следующий момент для того, чтобы задуматься над своим парнем или поговорить с ним об этом в открытую. У нас был, например, с Сережей такой период в жизни, когда вот был кризис наших отношений в самом начале, когда у нас начались большие финансовые проблемы, когда он сказал мне о том, что ты женщина, которая постоянно тратит, ты женщина, которая никогда не будет экономить, ты женщина, которой все нужно. Мне такие женщины не нравятся. Я ему сказала, окей, хорошо. Я не сказала ему, нет, дорогой, я не буду, я изменюсь, я стану бедной, мне ничего не надо, ну окей. Я ему сказала, да, чувак, я, ну да, ну, значит, я тебе не подхожу. Ну, точно, да. Я точно не собираюсь меняться, особенно сегодня, вот вы говорите, в 39, в 40 сложнее. Сложнее с позиции того, что вы знаете, чего вы хотите, но в этом же и легкость, потому что вы больше не тратите, не должны тратить время на те отношения, которые вас изначально не устраивают. Это в 20 мы такие неуверенные, а сейчас мы охуенные, мы красивые, мы мудрые, мы можем охрененно выглядеть, если выглядим неохрененно, мы тоже можем это поправить. Мы самостоятельные и самодостаточные, мы уже, как правило, умеем зарабатывать деньги, вот, а если не умеем, то, значит, мы их можем заработать. То есть мы уже немножко в другой позиции, а, соответственно, мы имеем право выбирать, в какие отношения нам вступать, а в какие нет. У нас уже нету этого страха брошенки, как правило. Так, если он никогда не был в пентхаусе, то спасать его нечего. Если у него, если ему это не надо, вот смотрите, когда мужчине это надо, то спасать не надо, он сам к этому стремится. У него может ничего не быть, но он стремится, он хочет. И, как правило, в таком состоянии он так сильно хочет, что у него нету состояния, я ничего не хочу. Но если у него ничего нету, и у него состояние, я ничего не хочу, я бы не спасала. Это его жизненный опыт. Потому что в этом случае вам придется стать тем самым пряником, объяснить ему, почему он хочет. Но это же тупо. Мотивировать своего мужчину быть успешным. На хера? На хера? Он говорит, я не хочу, как на американских горьках. А вы такие, нет, тебе надо, давай, ты можешь. Он говорит, зачем вам вот этот, если полным-полно, есть других? Зачем? Зачем женщина любит тратить свое время на такого мужчину? Мало того, я вам скажу больше, что обычно, когда мужчина находит свою женщину, он из вот этого превращается в другого. Значит, вы не его женщина. У нас у женщин это женское чисто. Есть такая тема. Мы очень любим вот что-то перекраивать, переменять, перевод вот заставить. А зачем? Сами себе создавать сложности. Такая чисто женская история. Я даже замечаю, что у меня в отношениях все хорошо, я обязательно подолью какого-нибудь огоньку, обязательно создам какой-нибудь конфликтик, потому что скучно. Но надо же как бы понимать, где это создавать, а где не надо. Зачем находить себе мудака, с которым потом всю жизнь страдать? Оно вам надо за джем. Полным-полно других классных мужчин. Это я вам точно могу сказать. Вопрос в том, готовы ли вы к этому классному мужику. Всегда возвращаемся к себе. Для того, чтобы изменить мир, будь это отношения или еще что-то, мы смотрим вовнутрь себя. И честно, мы всегда хотим. И не всегда хотим, потому что понимаем, что иногда, чем вы тут сильно напрягаться, лучше пойти туда. Все сильно проще. Упрощайте жизнь. Все клиенты приватбанка, кто находится сейчас в Украине, понимают, о чем я говорю, переходят на монобанк, потому что это сильно проще, потому что нажал на одну кнопку и все. Тренд такой, чем проще, тем лучше. Самое сложное сделать просто. Вот сейчас. Мы сейчас делаем тоже, работаем над рирайтером жизни и меняем личные кабинеты. В общем, много всего в IT-теме делаем. И Сергей мне все время говорит, это капец, как сложно сделать просто. Вот старайтесь все упрощать максимально. Быть собой очень честным. Тогда у вас все будет легко. Этот партнер мне нравится, потому что я хочу с ним секса. Я не хочу с ним рожить детей, еще что-то. Я хочу с ним секса. Вы вот как свободная девушка можете себе позволить? Да. Девочка говорит, у меня не было два года секса. А что не было? Ну, потому что я больше не хочу каких-то несерьезных отношений. При чем тут? Ну, при чем тут? А кто тебе сказал, что в серьезных отношениях у тебя будет классный секс? Может, у тебя в серьезных отношениях как раз и будет все печальненько. Так иди насладись. Ну, понимаете, вот все сильно сложно. Зачем? Разбейте все на простые составляющие. Понимайте, где что, когда вы получаете. Зачем вам это надо? И вы будете гораздо более счастливым человеком, чем пытаться. Вот я этого уже не понимаю. Это уже прелести возраста, когда ты этого не понимаешь. Так. Сейчас смотрю. Мужчина очень резко отвечает, обижается, если что-то не так, как ему удобно. Говорит, что не может измениться и значит обречен быть один, когда я прошу его так больше не делать. Заметила, что боюсь его. Ну, по-моему, очевидно, Оля. По-моему, все очевидно. Вам нужно набраться смелости. Если вы его женщина, он изменится, он придет и будет у вас просить прощения, и у вас все в жизни поменяется. Если вы не его женщина, он не ваш мужчина. Еще не хватало бояться своего мужчину. Зачем? Зачем? Девочки, так много классных мужиков вокруг. Вот правда. Вот честно вам скажу. Много. Много. И их мало только потому, что у вас есть такое убеждение, что их мало, потому что у вас есть страх. Начните работать над собой. Начните становиться самодостаточными с позиции понимания того, кто я. Начните себе нравиться, и вы увидите, как много вокруг вас достойных партнеров. Старше, младше, таких, как вы. Полно всяких разных. Просто откроются совершенно другие глаза. Я бы не тратила время на вампира рядом. Вот. Замечательно. Очень тяжелый период. Сейчас мужа попросила съехать, взяла паузу, чтобы понять, а нужен ли он вообще. Что чувствую, но боюсь ли пойму. Вот вы не бойтесь. Вы насладитесь этим периодом. Вот вы молодец, на самом деле, большая, что вы взяли это и сделали. Но сейчас важно не войти в состояние ужаса, о боже, как жить, а сейчас важно к себе прислушаться. Как раз вот посидите, вот вам рерайтер жизни, прям самое оно. Важно сейчас создать свою жизнь, написать то, чего вы хотите, и посмотреть, насколько сильно это отличается от реальности. Вы понимаете, мы боимся зачастую выпрыгнуть из своей далеко не самой лучшей жизни, просто потому, что мы там привыкли. Потому что мы боимся нажать на паузу, потому что нам кажется, что если мы из этой жизни выпадем, мы в другую не попадем. Вы смотрели мой прошлый эфир про новую жизнь? Да вагончик надо поменять. Да все, никто не умрет от этого. Вот точно вам говорю, никто от этого не умрет, это самое главное. Просто важно принять это решение, убрать этот страх, сбросить его с себя, как халатик вшивенький, взять его и выкинуть к чертовой матери. Займитесь новеньким, возьмите, переберите свою одежду, вообще все старое, начните чистить. Вам так понравится, что вы поймете, что мужик пошел вон, новый нужен. Вы сами очиститесь, надо это делать, девочки, это надо делать. Плохо, ну не плохо, как бы сложно, когда вот вам все нравилось и все подходило, и что-то начинает рушиться. Ну и то, оно же не просто так рушится, значит вы где-то себе врали. Будьте честными с собой, будьте честными с собой. Огромное количество людей не устраивают те отношения, которые у них есть даже близко. Но люди все время врут, все время себе врут, и из-за этого чувствуют себя несчастными. Потом начинаете болеть. Вы что думаете, ваше тело вам прощает? Ваше тело прощает вам то, что вы врете и постоянно его загоняете, все ваши клеточки в стресс? Когда тело находится в стрессе, оно вызывает все самые сложные болезни. Зачем оно вам надо? Перестаньте. Так, очень требовательно, иногда стерва, а он с синдромом жертвы, убила бы. Тут еще вопрос, может быть вам это нужно? Тут тоже важно понимать, знаете, как вот, как и в сексуальных отношениях, какие отношения вам нужны? Потому что иногда то как раз вы находите то, что вам необходимо. Это тоже вопрос честности. Может быть мне это нужно, да? Может быть все время. Мне, например, нужен партнер жесткий. Потому что если мой партнер не может меня в какой-то момент поставить или в прямом смысле шваркнуть об стенку, ну как бы прижать, то я буду садиться на его голову и издеваться над ним ровно столько, пока он это не сделает. Мне важно чувствовать силу. Я это прекрасно понимаю. Важно понимать себя, изучать себя. Что делать, если парень при любых сложностях и проблемах хочет расстаться и вообще не хочет обсуждать отношения? Расстаньтесь. Дайте ему то, что он хочет. Расстаньтесь. Просто скажите ему «Все, пока!» И посмотрите на то, как он себя будет вести. Важно сломать эту модель. Если он действительно себя ведет так, как вы говорите, и он за вами ухаживает и любит, то он придет и попросит у вас за это прощение. Никогда не старайтесь удержать парня, если вы реально не прогнали. Я всегда в отношениях, в любых, в дружеских, в любых, всегда задаю себе вопрос конфликтной ситуации, когда у нас произошел какой-то разлом в отношениях любых. Я прогнала, я была не права или нет? Если я понимаю, что это я перегнула палку, реально перегнула палку, а я умею перегибать палки, я вот вообще главный перегибщик палок – это я. Я всегда извинюсь. Ну, всегда. Если я понимаю, что в данной ситуации перегиба с моей стороны не было, а человек прогнал, хер, дождетесь от меня извинений, и я готова, у меня есть главное правило, если я хлопаю дверью, я готова, что эта дверь больше не откроется. Это важно. Либо я и не хлопаю. Мой муж говорит, что нам не о чем разговаривать, но при этом у нас дети, мы путешествуем, ведем активную жизнь, если бы нам было неинтересно вдвоем, этого бы всего не было. Я не знаю. Это большой вопрос к вам. Я бы опасалась мужчину, который говорит, что нам не о чем разговаривать. Очень часто это похоже просто на красивую картинку, когда есть кто-то, с кем ему разговаривать, точно есть о чем. Это моя позиция. Я сейчас не разламываю вашу семью, это мое видение, я бы этого опасалась. И вообще считаю, что самые опасные женщины это не женщины для секса, а женщины, с которыми можно разговаривать, потому что мужчинам зачастую, и всем нам именно таких женщин не хватает. И я всегда, когда, когда, это всегда был разговор, я всегда мужчине, что чем я страшно горжусь, была интересна, прежде всего, как собеседник, и уже только потом, как там, какой-то набор форм. Так, мы любим спасать. Вот он такой алкаш или бедный, я ему нужна, я его спасу. Да, да, вы правы. Мы женщины зачастую, как ЧПДЛ. Yes, да. Вообще позиция ЧПДЛ, она вот в нашем ментале, я заметила, очень прикольная. Я вам скажу больше, что есть другая история. Когда вы звоните мужчине, и говорите, мне плохо, он тоже часто любит быть спасателем. Вот отношения, это не спасение. Нужно понимать, что отношения на таких ролевых играх ЧПДЛ особо не построишь. Вот. Они прикольные, опять-таки, если вам 20, но дальше, как бы, не особо. Как изменить человека, если он ничего не хочет? Вместо машины предпочитает такси, вместо квартиры съемное жилье. Вы его не измените. Я вам еще раз говорю. Вы должны понять, готовы ли вы к этому сами. Вот. Это первое. Если не готовы, то сказать ему, слушай, ты знаешь, у меня есть к тебе серьезный разговор. Вот. Это не моя история. Давай подумаем. Если это твоя принципиальная позиция, супер. Я ее уважаю, класс, но давай не будем тратить время друг друга. Я просто, ну, мы разойдемся. Все. Миллиарды мужиков вокруг. Успокойтесь. Миллиарды. Вам хватит. Но до тех пор, пока вы будете себе врать, вы все время будете находить кого-то не того. Это как, знаете, врать себе, что это не твой размер. Пытаться влезть в 2ХС, блин, если у тебя М-ка. Да купи ты, блядь, эту М-ку и успокойся. Я, например, себе шорты стала покупать больше размера. Знаете, почему? Потому что, если я, не дай бог, на килограмм поправляюсь, я не влажу там в эти 2ХС, и я начинаю себя плохо из-за этого чувствовать. Я тебе сказала, или успокойся, купи Эску, пусть они всегда на тебе висят, чтобы ты всегда чувствовала себя худой. Договоритесь с собой. Ну, если вообще нет в окружении мужчин, холостых, что это может быть? Думаю, об этом вы никак не поймете. Мамы с детьми в окружении. Вы никуда не ходите. Это означает, что вы ведете затворническую, такую жизнь. Запишитесь на танцы, пойдите в тренажерный зал, пойдите на секцию волейбола, баскетбола, плавания. Это означает, что вы себя загнали к мамочкам, спрятались за ними, сидите, блин, как клуша старая, и боитесь мужиков, и не считаете себя сексуальной. Вот что это означает. Потому что, когда я считаю себя сексуальной, поверьте мне, я даже в пробках могу познакомиться с мужчинами. Иногда чисто из интереса наблюдаю, кто мне там что забросит в окно. Это ваше личное состояние. Вот вы это все и создали, вот это маминское, зашили, спрятали. Я мамочка. Так, муж начал конфликтовать с компаньоном по бизнесу, переживает из-за этого, и деньги перестали приходить даже с других источников. Можно поговорить с мужем, побыть его психологом, побыть его источником, побыть его вдохновением, побыть его музой. Если вот такое происходит, важно своего мужа помочь ему в этом. То есть, такие затыки бывают. На самом деле, женщина всегда шея. И если у мужчины происходят какие-то затыки, помогите своему мужчине, поговорите, помассажируйте его в прямом и в переносном смысле. Не знаю, дайте ему, не дайте ему, а займитесь с ним охуенным сексом каким-то, потому что мужчины через это питаются. Наполните своего мужчину, пусть он вспомнит о том, что оно ого-го. Так, как отличить любовь от зависимости? Если вы подозреваете, что это зависимость, то это явно не любовь. В любви все-таки есть момент здравости, все равно. Есть такая эмоциональная часть, но здравость существует, в зависимости не существует. В зависимости вы готовы делать все, что угодно, и вам это нравится. Так, понимая, что стала жертвой в отношениях, хочу сейчас оставить своего мужчину. Но есть надежда, может попробовать стать сильной. Не знаю, в чем. Вы сейчас запутаны. Я думаю, что вам сейчас самое лучшее разобраться с самой собой. Вот то, что я поняла. В 37 лет носить S, это сильно, не перестаю вам восхищаться. XS. Не надо, пожалуйста. XS. Я дошу всегда XS, одни шорты S-ки не считаются. У меня во всем самый маленький размер. Ха-ха-ха. Да, все. На этом мое хвостовство окончено. Так, сейчас, ребятушки мои хорошие, смотрю, телефоны закидывали, ну, в прямом смысле телефоны не закидывали, а сейчас же, знаете, как это, по номеру считывают, там все нормально. Тебе сейчас даже ничего закидывать не надо. Спасала, собирала, склеивала, рыла себе, а потом села и подумала, ну, не могут предыдущие семь не такие, неумение кукушка упала, а с партнером что-то не то. Ну, вот. Смотрите, значит, давайте у нас сейчас будет подходить к концу наш чудесный эфир, осталось не так много времени. У меня сегодня последний день, когда можно запрыгнуть, даже в пробную версию, марафонный рерайтер жизни. О чем это? Рерайтер жизни – это о создании своей собственной жизни, о понимании того, чего я хочу, потому что до тех пор, пока я не понимаю, чего я хочу, я думаю о своих проблемах. Чем больше вы думаете о своих проблемах, по закону притяжения, мы изучаем силы разума, в марафоне в том числе, вы притягиваете то, о чем вы думаете. Почему очень опасно думать о проблемах? Чем больше вы думаете о проблемах, о долгах, о проблемах со здоровьем, о неприятностях, тем больше вы этого притягиваете. Вы думаете об этом, как это решить, а на самом деле эта энергия усиливается. Для того, чтобы нам что-то изменить, нам необходимо, как я говорю, пересесть в другой вагончик, перестроить свои мысли, дать себе больше приятных мыслей. И самое главное – разобраться в том, о какую жизнь я хочу. Мы начинаем разбираться, в какую жизнь я хочу, когда мы говорим, вся моя жизнь говно, у меня все плохо. Нет, мы вообще об этом забываем. Мы рисуем с чистого листа, точнее, мы пишем книгу своей жизни, по главе описывая в деталях все, что я хочу. Мы рисуем новую, параллельную реальность, не задумываясь совершенно, не привязываясь к тому, что у меня есть сегодня. Мы ничего не рушим, мы пока этим не занимаемся, мы создаем новую реальность на бумаге, и вот здесь. Когда начинают меняться ваши мысли, начинают меняться ваши вибрации, ваши магнетические колебания, и вы начинаете излучать другую частоту энергии, у вас ваши вибрации становятся высокими, не буду сейчас сильно усложнять, много на эту тему уже рассказывала. Сам факт того, что ваша жизнь за счет ваших мыслей, просто когда вы о чем-то хорошем пишете, фантазируете, как многие говорят, у вас начинает жизнь меняться, в вашу жизнь начинают приходить маленькие, позитивные, хорошие изменения. Очень часто ваш партнер начинает вести себя совершенно иначе, вы в шоке, он все так никогда не вел, а начинает вести себя по-другому. То есть запускаются другие механизмы. И самое главное, вы начинаете осознанно видеть план, понимание того, какой бы вы хотели видеть свою жизнь, свою внешность, своих друзей, свой дом, свои отношения, свой секс, все по деталям. Для этого марафон простроен таким образом, что вы просто получаете удовольствие, слушаете медитации, слушаете уроки, общаетесь с другими людьми, и это работает, и вы пишете, и у вас включается это вдохновение. У кого-то выскакивают свои какие-то убеждения, много всего происходит, но за месяц вы очень сильно меняетесь, и самое главное, понимаете собственное устройство. То, о чем я вам сегодня рассказывала, вы начинаете понимать сами, вы начинаете понимать, почему у вас такие отношения или такие, почему у вас что-то не получается, почему у вас окружают одни мамочки, почему к вам идут деньги или не идут деньги, и так далее. Вы сами начинаете в этом разбираться, потому что на самом деле никакой суперсложных моментов здесь нету, но важно войти на эту волну. Поэтому я вам предлагаю попробовать это сделать. Попробовать я не люблю слово, но у нас есть пробный период. У нас есть возможность за 5 долларов войти в марафон, пересмотреть много уроков, написать две главы своей жизни, познакомиться с людьми, почувствовать и понять, хотите ли вы, вот даже за это короткое время, хотите ли вы войти в эту историю, другую, и собственноручно начать управлять своей жизнью, своей реальностью, потому что нашей жизнью управляет ни судьба, ни карма, и не те, кто нам предначертаны. Мы сами все себе чертим. Нам дан разум, нам даны магнетические колебания, излучения, с помощью которых мы и притягиваем все, что мы способны сюда допустить. Но ключевая проблема в том, что мы не привыкли управлять своим разумом. Мы привыкли, что разум управляет нами, и наш разум, как ребенок маленький, который имеет доступ ко всему, мама ни за что не смотрит, он пихает себе в свою голову все абсолютно, весь шлак, телевизор, телевизор, тетя Маня сказала, тетя Маня, бабушка сказала так, сказала так, подружка сказала так, сказала так, всем напиханы. И мы руководствуемся тем, что мы слышим, и он во все верит. А мы с вами такие, как, знаете, тело, которое идет и ведется на это. Я предлагаю менять управление, модель управления, становиться хозяином своего разума. Это интересно. Не могу сказать, что это мега просто, но поверьте, это лучшее, что вы можете сделать. И когда вы начинаете разбираться в себе, все начинает становиться на свои места. И самое главное, что даже если вам нужно поменять что-то в своей жизни, и это страшно, вы получаете внутреннюю силу, вы раскрываете мощнейшую внутреннюю силу, которая есть у каждого из нас с вами. Вы учитесь понимать себя, интерпретировать все, что приходит в вашу голову, свои ощущения. Вы учитесь с собой заниматься, себя знать, изучать. Это самое лучшее и сильное. И когда вы понимаете, кто вы, чего вы хотите, в чем ваши таланты, что ваше, а что нет, вы способны все это в своей жизни иметь. Я вам это говорю как человек, который это не просто объясняет, рассказывает или обучает, который этим живет и который меняет свою жизнь. И за последние даже полгода, даже чуточку больше, я очень сильно изменила себя и внутренне, и внешне именно благодаря постоянным практикам и изучению данных вопросов. И я с удовольствием, конечно же, возьму вас к себе и помогу, научу, подскажу. В рерайтере жизни я нахожусь постоянно в чатах. У нас есть личные кабинеты, есть чаты, где мы общаемся. Я отвечаю на все ваши вопросы, я оказываю личную поддержку. То есть я нахожусь в полном вашем доступе и распоряжении. Это такая и индивидуальная работа в том числе, и групповая работа. Поэтому я искренне вам рекомендую, если внутри вас йокает что-то, если вы понимаете, что вы один из тех людей, которые пробудились, которым необходимы сегодня новые какие-то свершения внутри себя и изменения, это то, что вам нужно. Это я вам могу сказать с уверенностью. У нас сейчас сентябрьский поток стартовал. Сегодня вот они еще пишут первую главу. Вы можете присоединиться. И затем у нас скоро стартует октябрьский поток. Точнее не поток стартует, а стартует набор в октябрьский поток. Набор в октябрьский поток будет начинаться со скидки минус 50. Вы можете сейчас зайти на пробную версию, например, если вам дорого та стоимость, которая есть сегодня, вы сможете, доплатив к этим 5 долларам, сразу же покупать октябрьскую версию со скидкой минус 50%. Если для вас вопрос сегодня, материальный это вопрос, то you are welcome. У нас есть абсолютно все задачи. То, что это лучшее, что можно для себя сделать, я вам гарантирую. Ничего подобного с такой отдачей на таком уровне вообще на рынке нет. Просто потому, что так совпало, что для меня это оказалось делом жизни. Поэтому я вас буду очень рада ждать. Обнимаю всех. Жду вас на следующих эфирах. По идее, завтра должен быть следующий эфир. Я пообещала себе проводить эфиры ежедневно. Вы можете мне в личку писать. Если у вас есть какие-то запросы и вопросы, вы будете помогать мне находить интересные темы для эфиров. Обнимаю вас. Ссылка на марафон Рерайтер Жизни есть у меня в профиле. Либо где-то под видео, либо можно всегда написать мне в директ, в ютуб, где вы будете смотреть это видео. Обнимашечки. Вас всех люблю. Пусть у вас будет офигенная жизнь. И никому не верьте, когда вам говорят, что вам что-то не дано. Вам дано абсолютно все. У вас у каждого есть мощнейшая сила внутри. И наша с вами задача просто достать ее и научиться использовать себе во благо. И никогда не живите с мудаками. Пожалуйста, и вы, мужчины, не живите с женщинами, которые вас не вдохновляют и не наполняют. В мире миллиарды людей, и где-то вас точно ждет как минимум с десяточек классных. Выбирайте себе лучшего и стройте те отношения, которые вас наполняют, вдохновляют и окрыляют. И не брите себе. Это самое ключевое. Потому что вы у себя самый дорогой человек. Мужчину или женщину нового можно найти. В любом случае, как бы печально это ни было. А себя нужно обрести одного, держать в хорошей форме. Пожалуйста, любите свое тело, свой домик, в котором вы живете. И помните, 40, 50, 60, 70 не имеет значения. То, как вы выглядите, оно идет отсюда. Если вы здесь наведете порядок, совсем тоже будет пучок. Обнимашечки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!